МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ в студии Татьяна Брылова. И в начале коротко о темах выпуска. Дорожные сети развилковского поселения начнут реконструировать уже в этом году. Въезд у нас будет мимо вне газа две полосы. На въезд только односторонние движения. Оригинальные вещицы, которые можно использовать и как украшение, и в деле, создает мастерица Татьяна Аганесян. Текстиль для кухни, чайный домик, какие-то панно, часы. Предметы такие, то, что необходимо, и можно пользоваться каждый день. Весенний мультипарад состоялся в кинотеатре Искра. Идея отличная. Я удивлена, что сегодня мало народу, потому что я знаю, что в пятницу было гораздо больше. В этом году начнется реконструкция въезда и выезда в поселок Развилка. Кроме того, на лето запланированы работы по ремонту дорожной сети поселения. Об этом заявил заместитель главы администрации муниципалитета Сергей Гаврилов на встрече с местными жителями. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. В зале детской школы искусств поселка Развилка собрались местные жители, чтобы узнать, как будет развиваться дорожная сеть поселения. Ни для кого не секрет, что сейчас транспортная ситуация здесь довольно напряженная. Чтобы разгрузить дороги и избавиться от возникающих пробок, в скором времени планируется провести реконструкцию въезда и выезда из поселка. Значит, въезд у нас будет мимо вне газа две полосы на въезд, только одностороннее движение. Выезд у нас будет, если мы по нашей дороге едем и в районе, где Курьяновские, у нас очистные, мимо мойки будет выезд на портовку. Соответственно, это будет односторонний на выезд. Вот об этом участке сейчас идет речь, срок производства работ до конца 2020 года. До конца мая генеральный подрядчик должен приступить к работе после получения разрешительных документов. Также представитель компании, проводящей реконструкцию, ответила на вопрос о пропускной способности обсуждаемого участка. Не будет там таких узких горлышек, все будет нормально, потому что выезд на Каширку предусматривают даже не две полосы, а, по-моему, даже четыре. Потому что у нас в проекте заложено от двух до четырех полос. В некоторых местах будет три, ну, собственно, две полосы, в некоторых будет четыре даже. Следующим вопросом стало развитие и ремонт муниципальной дорожной сети. Денежные средства на это были выделены из бюджета Ленинского района и сельского поселения Развилковская. В планах на этот год ремонт автомобильных дорог на территории деревни Мамонова. Это завершение основных мероприятий, которые были начаты еще в прошлом году. Основная дорога, которая находится в поселке Развилка. Не знаю проектируемый проезд, 55-43. И у нас с вами остается эта деревня Ощерин от улицы Центральной до улицы Ригунова. У жителей поселения накопилось много частных вопросов. Их они могли задать как в специальных анкетах, полученных при входе в зал, так и лично сотрудникам администрации после окончания встречи. Главная наша задача – ремонт дорог, установление разметок, лежачих полицейских около детских площадок, приведение в порядок. Все, что я хотела услышать, я услышала от администрации. Я считаю, что встреча была конструктивной. Много я чего хотела услышать, я услышала. Но остальное будем решать в процессе. Сергей Гаврилов заверил, что такие встречи будут проходить регулярно, так как муниципальной власти важно получать обратную связь от населения. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ее дом и маленькая мастерская доверху заполнены тканями, нитками, фурнитурой, красками и кистями. Татьяна Аганесян – декоратор, создающий оригинальные вещицы для дома и кухни, которые, с одной стороны, служат украшением, а с другой – могут использоваться по прямому назначению. В гостях у мастерицы, которая занимается таким уютным творчеством, побывала наша съемочная группа. Когда Татьяна Аганесян только начинала заниматься рукоделием, она и не предполагала, что со временем ее увлечение перерастет в профессию. Началось все шитья, а затем увлеклась батиком. Потом появился интерес к декору различных предметов, особенно старинных. Мебели, стулья какие-то, серванты, торшеры, вот это вот, утюги. Когда я увидела старинные утюги первые в деревне, ну да, это был снос какой-то головы. То есть хотелось из них сделать что-то невероятное. Ну и, естественно, информацию я стала искать в книгах, в интернете. Сейчас у Татьяны, собственно, небольшая арт-студия, которую она называла «ШКАП» из любви ко всему винтажному. Когда открываешь бабушкин шкаф, а там все. И старое, и новое, и разные-разные вещи. Не знаю, по крайней мере, это я видела в деревенских таких вот домах. Цель моя какая – декорировать и шить изделия в одном ключе. Ну, текстиль для кухни, чайный домик, какие-то панно, часы. Ну, предметы такие вот, то, что необходимо, и можно пользоваться каждый день. Она жалеет лишь о двух вещах. О том, что у нее нет большой просторной мастерской и что в сутках так мало часов. Творить для себя некогда, сетует Татьяна, ведь заказами надо заниматься в первую очередь. Кстати, именно она создала талисман видновской танцевальной студии «Звездный вальс», с которым юные артисты сначала завоевали титул чемпионов Москвы, а потом подтвердили его уже на уровне страны. Мы даже не знали толком, что это будет. Начиналось из одних тканей. Девочки побежали искать то, что у них, видимо, было в воображении, что они хотели это получить. Нашли совершенно другие. Потом, пока была постройка самой вот этой звезды, то есть оказалось, это не так просто, геометрию пришлось вспоминать. Татьяна работает в самых разных техниках. Пэтчворк, стежка, декупаж, создает текстильные игрушки тильды, занимается точечной росписью и текстильной аппликацией. Бывает, что ты увидишь какой-то, я не знаю, листик, цветочек или здание, и вот почему-то складывается вот что-то из ничего. Есть у декораторов такая вещь, ты начинаешь с одной идеи, а рождается совершенно другая вещь. Вот как это происходит, я не знаю. Порой заказчики толком не могут объяснить, что именно хотят. Тогда начинается чистое творчество. Мне сказали, что хочу рюкзак из джинсы, чтобы там было и красненькое, и синенькое, и зелененькое. Ну, в общем-то, мозги мои бродили в поисках идей, наверное, месяц. И вдруг вот родился вот этот вот домик. Пасхальные яйца в технике декупаж – одно из последних творений мастерицы. Создать их довольно просто, уверяет Татьяна. Рецептом она поделилась с нами. Впереди Пасха, значит, каждый может сделать вот такое пасхальное яйцо. Достаточно просто взять деревянную заготовку, загрунтовать, покрасить, приклеить мотив и декорировать по талью. Если нет по талии, можно поработать обычными акриловыми красками. Затем, советует Татьяна, нужно искупать яйцо в глянцевом лаке и хорошенько просушить. И любоваться сделанным своими руками шедевром. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. В апреле свой профессиональный праздник отмечают геологи – люди, изучающие структуру земли и все то, что связано с ней. В честь этой науки в Развилковской библиотеке организовали мероприятие. Дети смогли познакомиться с геологией, с различными минералами и увидеть уникальную фотовыставку. Анастасия Воронина расскажет подробнее. По сложившейся традиции в честь Дня геолога в Развилковской библиотеке для детей провели необычную лекцию-беседу, в которой ребята смогли познакомиться с историей возникновения науки и узнать о происхождении различных минералов. В нашем поселке существует градообразующее предприятие. Это крупное газпромовское предприятие «Газпром в ней газ». И в нем существует музей. Отличный музей, который мы регулярно посещаем с ребятами, ходим туда на экскурсии. А сегодня музей пришел в гости к нам. Профессия геолога очень многоплановая и необыкновенно интересная. Ни для кого не секрет, что именно благодаря ученым, изучающим структуру Земли, мы можем использовать газ, нефть и другие различные богатства нашей планеты. Сотрудница музея «Газпром в ней газ» Наталья Елфимова постаралась погрузить детей в сам процесс изучения и показала им, как определяют минералы по их твердости. Мне кажется, когда детям мы даем что-то потрогать, не только посмотреть, а и потрогать, они, конечно, лучше это запоминают, и это больше привлекает их внимание. Дети с большим интересом разглядывали минералы и держали их в руках, ощущая вес, структуру и даже запах. У меня любимый камень – это обсидиан, потому что он очень твердый, красивый, черный. Я люблю очень сильный черный цвет, но по мне видно. А Егор Чернов увлекается геологией уже не первый год и имеет большую коллекцию минералов. Я собирала примерно ее два года. Сначала я покупала из магазина настоящий, и они стоили где-то по тысячам. Потом я ездила в пещеры Сьяны, там тоже брала, и другие просто добывала в разных пещерах. В этот день можно было познакомиться не только с историей геологии и узнать о различных минералах, но и увидеть уникальную фотовыставку, которую предоставили ученые «Газпром» в НИИГАЗ. Каждая фотография привлекала к себе особое внимание. Например, на одном из кадров можно было увидеть, как происходит естественный выход нефти на поверхность, на другом – отпечатки древних амфибий или остатки древней фауны. Ребята все без исключения остались довольны и интересной лекцией и пообещали, что обязательно придут в музей «Газпром» в НИИГАЗ, чтобы еще глубже познакомиться с наукой геологии. Анастасия Воронина, Егор Хлябич, Елена Кошлева, Видное ТВ. Детский клуб развития и кружок «Волшебная страна», в котором дети занимаются художественным искусством, порадовал читателей Развилковской библиотеки своими красочными рисунками на свободную тему. Выставка детских рисунков у нас проходит ежегодно. Это бывает весеннее время или летнее время. Это выставка детского клуба развития. Это наши партнеры, наши друзья. В детском клубе развития работают очень одаренные педагоги и именно педагоги, которые очень заинтересованы в своем деле. Выставка получилась небольшая, но очень разнообразная. Детей не ограничили общей темой, поэтому на рисунках можно было увидеть, например, двух котов, смотрящих на луну, плавающих лебедей или ежика, несущего яблоко. Красивые пейзажи, натюрморты и даже портреты. Дети развиваются, они должны развиваться, они должны учиться играя, они должны получать удовольствие от того, что они делают. И когда ребенок рисует рисунок, вешает дома на стенку, радуются родители, радуются близкие. Когда этот рисунок убирается в стол, его никто не видит, мне кажется, это не приносит большого удовольствия. А когда рисунок выставляется в библиотеке, когда это транслируется по кабельному телевидению, когда об этом говорят, когда проходит презентация выставки, конечно, каждый ребенок горд своей работой. И это приносит огромное удовольствие и радость. За проделанную работу всех юных художников наградили грамотами и благодарственными письмами. В начале апреля у маленьких видновчан и их родителей появился весомый повод посетить кинотеатр «Искра». Специально для них здесь устроили весенний мультипарад. Что это за мероприятие и как долго оно продлится, выясняла наша съемочная группа. Скажите, а есть свободные места? Да, у нас сегодня бесплатный кинопоказ мультфильмов в 11 часов. Можете все приходить. Чтобы попасть на этот сеанс, в кассу обращаться не обязательно. Прийти сюда может любой желающий. Незадолго до начала показа мультфильмов в фойе кинотеатра «Искра» уже собираются зрители, которые внимательно следят за рекламой. «Лега штата послушания» будет. Мультик. А узнал откуда? Из газеты. С 1 по 15 апреля в кинотеатре «Искра» проходит весенний мультипарад. Здесь показывают самые новые российские полнометражные мультфильмы. Весенний мультипарад проходит в рамках открытого российского фестиваля анимационного кино. В этом году он в 24-й раз проводился в Суздале. Теперь у зрителей есть возможность увидеть фильмы-дипломанты этого фестиваля. И что характерно, абсолютно бесплатно. Это просто праздник какой-то. Всего в программе мультипарада 6 показов. Три из них уже прошли. Этот, четвертый. И если на первый собралось совсем немного зрителей, то постепенно контингент ценителей рисованных фильмов увеличивался. Идея отличная. Я удивлена, что сегодня мало народу, потому что я знаю, что в пятницу было гораздо больше. Но мы ждали именно этого мультфильма и собрались, пришли. Тем временем зрители продолжают пребывать и не только поодиночке, но и организованными группами. Здравствуйте. Наконец в зале гаснет свет и начинается программа. Надо отметить, что во время сеанса показывают не один большой фильм. Вместо рекламы здесь также крутят мультфильмы с уже полюбившимися героями. Ну что ж, посмотрим, кто там озармечает. Отдельно стоит отметить, что мультфильмы демонстрируют в большом зале. Экран здесь больше, а значит, большее удовольствие. Это уже привычная картина на афишах кинотеатров. Мы чаще видим не российские, а зарубежные анимационные фильмы. Но сколько бы не предрекали смерть нашей мультипликации, она по-прежнему неплохо себя чувствует. И этот фестиваль тому подтверждение. Весенний мультпарад еще не закончился. 12 апреля в Искре покажут мультфильм «Василиск», а 14 апреля – «Возвращение Саввы». Начало в 11 часов. Вход свободный. Максим Козлов, Константин Брылов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И о погоде. В среду циклон начнет заполняться, но московскую землю не покинет, сохраняя облачную и дождливую погоду. Существенно не изменится и температура воздуха. Ночью она составит от 5 до 7 тепла, днем от 8 до 13 со знаком «плюс». И это все новости вторника. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова